Так, двигаемся дальше. Следующая программа, которую я использую в своей работе очень много, называется Evernote. Поэтому захожу на официальный сайт данной программы и скачиваю последнюю версию. Evernote – это такое универсальное хранилище информации, такая универсальная база данных, где можно хранить все свои идеи, тексты, картинки какие-то, сканы документов и многое-многое другое. То есть у меня по этой программе есть целый курс обучения, поэтому здесь не буду углубляться и просто покажу, что я ее устанавливаю тоже сразу после переустановки системы. Так, сохраняю файл и сейчас, когда он у меня загрузится, я ее установлю. Пока загружается, объясню основные фишки. Фишка еще в чем у нее? Это не просто база данных, которая лежит на вашем компьютере, нет. Фишка еще и синхронизируется с облаком, то есть вся информация хранится как у вас на компьютере, так и в облаке. И вы можете поставить Evernote, допустим, на компьютер, на телефон, на планшет, и у вас все синхронизируется. То есть, допустим, вы где-то в дороге с планшета что-то написали Evernote, там сохранили документ, он у вас сразу появится и на компьютере, и в мобильном, и на других устройствах, где у вас установлена данная система. При этом можно там хранить и голосовые заметки, и картинки, и много чего еще. При этом в Evernote также еще встроена очень мощная система поиска, которая позволяет находить любую информацию за считанные секунды. Причем она индексирует не только ваши текстовые файлы, но и даже, допустим, отсканированные документы, сфотографированные документы, сфотографированные визитки. То есть она умеет распознавать текст еще из картинок. Это один из моих основных инструментов, который позволяет быть очень продуктивным и хранить всю свою информацию в одном месте и иметь к ней доступ с любого своего устройства. Так, программа у меня загрузилась, я ее запускаю. Так, и устанавливаю. Так, вот у меня запустилась программа. Здесь я говорю, что у меня уже есть аккаунт, и ввожу свои данные. Так, вот у меня программа запустилась. Сейчас пошел процесс синхронизации, то есть она будет с интернета закачивать всю мою информацию сюда на мой компьютер. Так, вот у меня пошел процесс, то есть программа начинает загружать у меня из интернета всю мою информацию. Вот таким образом это все дело работает. То есть информация хранится в облаке как бы, а на всех ваших устройствах она подгружается и постоянно синхронизируется. Вот. На этом здесь все. Увидимся в следующем видео.